Ну что, вот мы и вернулись, собственно говоря. Ну, в вагончике я бы не сказал, что мы нашли хоть что-то такое прям вау, полезное. Ну так, немножко пополнили наши запасы, окей, погнали дальше. Мы, кстати говоря, можем пойти дальше по железной дороге, так вот чисто, вот, если идти по проводам, да, то можно подумать, что дальше была шла железная дорога. Быть может, мы придем к какому-нибудь вокзалу, где сможем с вами обнаружить что-то более полезное. Где же тут край карты и вообще ограничения? Я думаю, ограничения здесь будут обусловлены вот этими разломами, которые мы с вами уже нашли. Ну, это довольно-таки просто, да? Так, что у нас? Бочки. Бочки нас не интересуют. Шкафчики. Также все это дерьмецо нас с вами не интересует. Окей, двигаемся дальше. Пока что единственный смысл нам возвращаться с рейда, это, естественно, то, что у нас заканчивается... О, смотрите, карта отдалилась, а вот и железнодорожное полотно. Опа. Что же это значит, ребятушки? Кто-нибудь может мне объяснить, что это значит? Что? Что ты хочешь мне этим сказать, железяка? Ну? А, быть может... Стоп. У меня есть предположение. Так, ну? И что? Что ты мне хочешь сказать, милый мой друг? Радар. Вот он обнаружен, невидимый, запертый. Друзья, я пока что не в замешательстве. Моргает и моргает, и ничего больше не хочет мне сказать. Вот тут находится какая-то херня, да? Но мы с вами по-прежнему не можем никак повлиять и найти. Поэтому отправляемся дальше, расчесывая свой затылок в недоумении. Что же там такого? Что наш паренек? Я думаю, что в дальнейшем мы его прокачаем. И в дальнейшем, там, где вот в этих зеленых местах, можно будет давать им какую-нибудь команду, типа, там, растопи снег, или раскопай эту косточку, мальчик, давай. И у нас с вами появится какой-то, я не знаю, бонус или что-то. Вот, собственно говоря, и, наверное, край карты. Пока мы это наблюдаем. Надеюсь, что... Карты как таковой... Так, давайте посмотрим, где же железная дорога. Ну вот, зеленое полотно, я как понял, это и есть железная дорога. А как нам по этой карте определить, где мы, хрен его знает, на самом деле. Поэтому мы с вами двигаемся дальше в поисках чего-то интересного. Могу открыть радар, и смотрите, нам право по радару, и будет какое-то неоткрытое место, предлагаю его изучить. Давай-ка, еще раз радар, мы уже близко, мы уже близко. Хорошо, что есть радар, и он вам показывает, куда вам идти, и вам не придется кружиться и страдать херней. Мако Логистик. Новая местность открыта, плюс 50 очечий к этому. В общем, типа очки опыта, так скажем. Следите за временем суток. У-у-у, это довольно-таки обширная локация. Только проблема, знаете, еще в чем? В том, что мы сюда пришли, а у нас практически забит инвентарь. И, вау, центы, монетки. А как их можно использовать? Давайте посмотрим. Ага. В общем, это не является валютой. Поэтому я предлагаю эту херню не таскать с собой. Ну, склад и склад. Поищем пока что, что здесь есть путного. Что нам может пригодиться выживание. Сомневаюсь, что монетки и вазы нам хоть как-то допомогут. Склад, кстати, заметьте, полуразобранный. Тут уже, судя по... О, что это такое? Редкий комикс. И я не могу его, к сожалению, взять. Что такое? Телескопический объектив. Я, знаете, что предлагаю вам? Смотрите, мы сейчас как сделаем. Итак, у нас есть наш Джейкоб. Нет, у нас есть наш инвентарь. Я предлагаю сделать так. Мы с вами, наверное, жахнем рому. Да? Плюс 10 к веселухе. Я думаю, это отличная идея. Поэтому давайте выпьем. Давайте выпьем. Давайте. Давайте не будем мешать и бухнем рому. Отлично. Я должен быть навеселее, если честно, сейчас. Поэтому я предлагаю взять... Ну, получится ли у нас... Сейчас, одну минутку. Получится ли у нас... Да, господи, мать твою за ногу. Убери это говнецо. Получится ли у нас как-нибудь рассортировать лут, чтобы мы смогли положить этот самый... А что это такое? Погодите. Ножка стула? Слышь. Выбрось ее нахер. Как бы нам так сделать? Рассортировать лут? К сожалению, никак нельзя взять и... Так. Переместить. Как это дело... О, все. Я нашел, как это дело крутить. Отлично. Ну, конечно, такое управление очень долгое. Долгое и муторное. Предлагаю ноутбук выбросить. Не знаю, потому что мы столько электроники набрали, и на самом деле, я думаю, что вот эта штука будет полезнее. Окей. И давайте поищем что-нибудь еще. Ноутбук и ноутбук. У нас там уже мы находили всякие... Всякое компьютерное барахло, типа... Этот... Типа монитор и всякой вот этой херни. Поэтому давайте мы пока посмотрим. Играть в ноутбук мы там не собираемся. И электроники, я думаю, нам пока достаточно того, что мы с вами обнаружили. Сейчас нужно поискать что-то такое, что мы еще не находили. Вот этот интересный журнал. Кстати говоря, мы еще не находили. Быть может, он как-то может поднять, что ли, настроение нашим выжившим. Я даже не знаю. Посмотрим. Так. Складик. Пока что это, короче, склад посуды, что ли. Так, что ли, это назвать? Жесткий диск. Отлично. Вот изолента штука полезная. Я думаю, это намного полезнее, чем ноутбук. Ручной блендер. Батарейка. Обязательно. Так. Все, батарейку взяли. Жесткий диск нам точно не понадобится. Вот как такие штуки, как изолента и батарейка. Вот это нужные штуки, которые нам с вами в выживании обязательно пригодятся. Что это? Материнская плата. Да, точно. Игровая приставка. Блин, я бы взял, конечно, если бы был там. Но сомневаюсь, что нам это дело пригодится. И все бы нам говорили, какого хера это... Минус 31, ребята. Здесь минус 31. А вот это уже совсем другая история. Я предлагаю нам поскорее отсюда смыться. Или, по крайней мере, пить горячительные напитки. Всякая херня пока что нам попадается. О, отмычка! Да, это ведь отмычка? Скрепка. Я уверен, что из этой скрепки мы сделаем отмычку. Поэтому я предлагаю, естественно, эту скрепочку забрать. Потому что есть были уже места, где нам понадобилась бы отмычка. Но у нас пока что ее нет. Пока что никакой дичи, ну, типа, животных мы с вами, кроме зайцев и, ну, короче, хищников, мы с вами не обнаружили. Опасных для жизни. Посмотрим, что будет дальше. 32 градуса, етицкая сила. Кофейные зерна. Возьмем. Не знаю, зачем нам это дело. Вот эта штука крутая, я бы взял. Так, давайте посмотрим, что мы, что мы имеем. У нас есть инвентарь. Смотрите-ка, мы... А, ну мы пока не замерзаем, у нас все ок. И мы можем, кстати говоря, выпить алкогольчику, да? Стоп. Инвентарь. Я хочу использовать. Почему-то... Не могу швыряться по луту. Как-то странно. Переместить. Вниз влево, ничего не работает. Что за херня? Ладно, окей, хорошо. Осталось... Так, уменьшилось время, ребятки. Вон оно что. Поняли? Уменьшилось время... Минус 4 часа. Вау. 4 часа. Как это? О-о-о! У нас новые роли, ребятшки, появились. Вот это интересно. Вот это уже интересно. Круть. А вот это уже, на самом деле, намного интереснее, чем было до этого. Так, окей, ушки. Давайте мы сначала с лутом разберемся. У нас... Мне показалось, что у нас почему-то прибавилось. Но нет, это я ошибочно. Я думал, что у нас с вами... Так, давай-ка выпьем. Отлично. У нас теперь есть место еще для газировочки. Конечно, мимо газировки мы не можем пройти, потому что я уверен, что эта газировка... А, она дает только плюс 5 к жидкости... Плюс 10 к жидкости. То есть бутылка намного приоритетнее, по идее, ребятки. Поэтому... Поэтому берем бутылку. Окей. Все. Растения. Не забываем, что в растениях мы можем взять в диване мелочь. Блин, как это прикольно. Ну, вы поняли, да? Типа сидели на диване и рассыпали мелочь. Забавно, интересно. Так, уровень 2. Отлично. Я предлагаю нам с вами... А как нам перейти на ту сторону? Я вот вижу, но пока что не понимаю, как это сделать. А, внизу вон переход есть. Отлично. Склад хороший. Холодно, правда, мать ее, за ногу, да? Холодно, зараза. Но мы пьем горячительные напитки, поэтому, по идее, мы не должны замерзать. Именно вот так, чтобы прям... Холодно. Колонка. Прикиньте, притаранить колонку. Все ждут еды. Все ждут воды. И ты такой, ребята, сегодня будет тусняк. Я принес отлич... Ооо, а вот это тема. Щелочная батарея. Я предлагаю вот эту штуку заменить, знаете, на что? Переместить и заменить вот на один из смартфонов. Сомневаюсь, что смартфон прямо-таки нужная штука. Отлично, отлично. Батарейка всему голова. Ведь батарейкой можно зарядить какое-нибудь устройство, которое может спасти нам жизнь. Например, я не знаю, бритвенный станок. Какую-нибудь бритву, которая поможет сохранять... Ооо, ё-моё. Смотрите, сколько всего. Блин, практически каждый конвейер можно расковырять на лут и забрать оттуда что-то. Если честно, мне кажется, времени 30 дней точно не хватит, чтобы вы всё барахло, которое можно здесь найти, перетащили и использовали. Мне всё-таки интересно, как будет преображаться база, когда мы всё это добро пустим в ход и наши персонажи начнут таки что-то крафтить, а не сидеть там на жопе и жрать наши припасы, которые мы с вами добываем. Итак, ну что, ребята, самое время вернуться, вернуться к нам домой и притащить всё то добро, которое мы с вами обнаружили. На улице похолодало, стало минус 10, но это не так страшно, потому что мы побывали там, где было минус 30, поэтому какие-то жалкие минус 10 нам с вами совершенно не помеха. Итак, двигаемся, двигаемся в сторону нашей церквушки и пока что не знаю, долго ли, коротко ли будем идти, но мне кажется, что мы довольно-таки далеко убежали и надеюсь, что никакие разъёмы, господи, в общем, расщелины и трещины в земле не помешают нам дойти и не придётся нам кружить тут круголя, наворачивать. Так, что это такое валяется, не пойму, ну-ка открой, сим-сим. Холодильнички пустые, не можем мы ничего с ним сделать, но это, судя по всему, были газировка и прочая херобора, поэтому нам с вами уже пофиг. Итак, там было написано в советах, что, мол, следите за временем, но пока что я не вижу никакой разницы, что мы шли днём, что мы идём ночью. Ну, ночью, быть может, похолоднее чуть-чуть, да, разве что. Ну и видно не так хорошо, хотя вот даже без фонарика было бы неплохо видно, да, фонарик особо тут никакой роли не играет. Мы совсем рядом с каким-то местным, давайте мы немножко возвернёмся, дабы посмотреть и отблокировать его. Что это? Пещера? Что это за место? Логово! Вау! Давайте в логово я зайду, у логово это интересно. Слушай, а тут кости, алё, гараж. Я очкуюсь, лайк. Ну давайте зайдём, мы бесстрашные ребята, ёптить. Костей было навалом, надеюсь, что... ...хозяин не дома. Японский бог? Да вы только гляньте. Вот это скелетон. Мясо, спасибо, не надо. Жареные орехи от души, спасибо, не надо. Хм, замок примерз, ключей не найду, придётся действовать отмычкой. Кто бы мне её ещё скрафтил, друг мой? Пусто. Пока хозяина нет, надо быстренько залутать и валить отсюда. Ну что это такое? Крекеры, хлопья, крекеры. Ох, еды-то, посмотрите, сколько много. Паприка. Предлагаю паприку поменять на... На-на-на-на-на-на этот... ...на флешку. В рот ногами эту флешку, да, ребят? Что такое? Вяленая говядина? Банановые чипсы. Ха, прикольно, слушай. Тунец. Давайте поменяем всё-таки... ...опять же с флешкой. Да нет же, с флешкой. Все, отлично. Все. Просто из всего этого, возможно, мы в дальнейшем сможем что-то приготовить. Поэтому это как-то в приоритете. Окей, давай, погнали наверх. В общем, так себе местечко. Немножко еды, немного всякого барахла. Ничего особенного. А главное, что там не было никого, кто бы мог обглодать наши косточки и лишить наших товарищей одного напарника и немножко запасов еды, которую мы с вами тащим. Но будем знать. И теперь на карте это место отмечено. И мы с вами благополучно сможем туда вернуться и собрать всякое барахло, которое там оставалось. Ничего конкретно такого, чтобы прям, вау, я хочу это дерьмо, а я там не нашел. То, что было, мы взяли. То, что примерно мне показалось, что может пригодиться в дальнейшем для крафта. Только не говорите, что здесь расщелина, пожалуйста. Окей, здесь расщелина. Вилсон, Уилсон. Нильсон. А, Нильсон, а не Уилсон. Так, наш датчик опять что-то моргает, что-то хочет нам сказать, но мы пока же с вами нихера ничего не понимаем. Что же ты имел в виду, мой друг? И впереди видим контейнер, который нужно открыть, но у нас с вами нету нужного с вами нам... О-о-о, заговорился. Нужного инвентаря, в общем, у нас нету. Портфельчик. О-о-о, ты посмотри, сколько здесь ингредиентов. Перец, соль, яичный порошок. Но я предлагаю все это дело переместить и поменять, конечно же, наверное... Давайте на одну бутылку синьки, да? У нас достаточно алкоголя. Давайте, да, переместить. Лучше мы с вами возьмем что-нибудь полезного. Вот это же, да, переместить, чтобы все это дело было вкусненько. А то готовит нам какую-то херню там. Так, на карте это место не отмечается, к сожалению. Или, погодите, наверное, нам нужно было бы просто подойти вот к этой херне. Ну-ка. Да, видите, открылось. О, отметилось на карте, отлично. Теперь, если что, мы всегда можем сюда вернуться. Что за знак такой? О, торговец! Господи, как же он похож на торговца из фэллаута. Так, кости, блости, не обходи. Так. Старая пластинка. Бумажные деньги. Крышка от бутылки. Прям очень похоже, да? Короче, в общем, того, что нам с вами было нужно, к сожалению, нет. И как мне это купить у него? Погодите. События. А, погоди. Батарея заряжена. Так, новое событие. С любыми трудностями от добычи пищи до выживания в соровом месте климата дикие животные справедливы лучше, чем люди. Качаник, нужно 15 осколков костей. Их можно найти на природе. О, круто. Короче, он дает задание. Слушай, а можно еще? Кусок кости. Малый кусок кости. Блин. А что ты будешь тут стоять теперь, да? Ребятки, это, конечно, косяк. Костей я не обнаружил, но я думал, это все задания у него были. Круто, слушай. Ну, хоть задание есть кому нам давать, чтобы у нас хоть какая-то цель была. Потому что просто так бегать и лутать без цели, ну, это быстро надоест, согласитесь. Итак, у нас тут совсем похолодало. Минус тридцатничек. А эти дебилы сами не могут разжечь костер. Вы что, сумасшедшие? А? Дебилы. Лист пластика. Скалка. Веревка. Носок. Я так и понял, короче, все вот это добро, что я собирал, носки и прочее, барахло, оно совершенно не нужно. Потому что все это идет на втопку. Ну, это, конечно, не прикольно. Так, давайте я все раскидал. И сейчас посмотрим, что из этого мы с вами можем приготовить. Давайте. Итак, бабуля. Бабулек, давай-ка приготовь нам что-нибудь. Венди. Давай мы тебе дадим роль. Ты будешь у нас аккуратная. Никогда не получать травм за работой. Еще бы ты как можно при готовке получить травму. А, ну порезаться разве что. Итак, у нее открыто только это, да? Соня и аккуратная. Окей, ты будешь аккуратная. И, пожалуйста, создай мне омлет. Быстро, я сказал. Я сказал быстро. Роль Соня. Нет, дед. А ладно, Соня так Соня. А что, у нас вроде бы несколько ролей открывалось, да? Погоди-ка. Женщина. А что, можешь быстрее все это делать? Давайте мы пока что посмотрим. Ладно, сейчас определюсь за кадром. Итак, ну что, сегодня мы с вами отправимся туда, где мы еще не были. В ту сторону, в которую мы еще не ходили. И, погодите, что-то нам не дает пройти. Давай, мужик, с детским портфельчиком. Давай, давай. Добудь нам хорошего лута. Кстати, помните, у нас было задание от нашего кочевника. И, честно говоря, я уже забыл, какое там было задание, надо будет пересмотреть. Обернуться назад, посмотреть в прошлое и вспомнить, что же за задание, что мы должны были ему притащить. Хочу заметить, что этого кочевника нам с вами придется искать. Сейчас, погодите. Тут на карте он никак не обозначен, поэтому нам с вами придется его... Ага, все, вот я его вижу, кстати говоря. Вспомнишь, как говорится, оно, вот оно. Ну, здорово, кочевник. Может быть, это другой какой-нибудь? Здорово, мужик. Итак, кусок кости, малый и большой. Все, я вспомнил. И кусок кости, я как понял, мы с вами можем найти в логове, которое, помните, мы находили с вами. Но это надо было бы идти совсем в другую сторону. Но мы с вами отправляемся сегодня в те места, где мы еще не были. Так, тут контейнер висит в воздухе. Быть может, как-нибудь будет возможность его оттуда достать, но пока что нет. Это пока что только пустошь, только бесконечные снега и засыпанные структуры бывшей цивилизации. Так, снова мост. Пока что подъем на мост нам еще ни разу ничего хорошего не сулил. Постоянно там либо тупик, либо еще какая-то херня. Ну, нам повезло в этот раз мост как раз-таки через расщелину. Как ни странно. Если бы только знали люди, что этот мост будет переправлять нас в дальнейшем через разлом в земле. А не через какую-нибудь автомагистраль. Спустя годы. Немножко багуется снег, как вы видите, да. В некоторых местах он не прорисовывается. Ну, я имею ввиду, не прорисовывается его, так скажем, продавливание. Так, будь у меня взрывчатка. Ё-моё. Взрывчатка или СИ-4. Ну, ладно, в следующий раз, я думаю, мы придем сюда уже с более интересным инвентарем. Быть может, даже взрывчатку найдем. Так, что нам показывает наш датчик? О, смотрите, вот где-то на 3 часа. Даже не на 3, это где-то на 2 или на 1,5. В общем, будет какая-то непонятная вещь нам показывалась на карте. Я впервые такое вижу. Быть может, что-то интересненькое. Пойдемте позырим. Так, что-то какое-то, что-то непонятное. Что-то это было непонятно. О, теперь вижу. И что это такое? Как будто бы вода, ребят. Я надеюсь... А, лед. Да ладно. Не треснет? Так, так, малыш, похоже, мне придется лучше твой термобур, чтобы справиться с глыбы льда. А-а-а. Вон оно что, ребятушки. Ого. Это что за херня была? Вы видели, да? Олень из-подо льда выбежал, как будто бы. Олененок, стой. О, лестница. Я вижу лестницу. Быть может, нам удастся по ней подняться. Да, ребятушки, отлично. Итак. Давайте посмотрим, что нам эта вышка преподнесет. Что-то я чувствую, как будто ничего особенного. По крайней мере... Так, черт, снова включить эту башню. Нужна батарея от радио. Окей, хорошо. Нам нужна батарея от радио. Погода переменилась. Смена погоды. И погода переменилась. И, ребятушки, вы только посмотрите, во что она превратилась. Или это просто наверху было? Или... Сука. Давай, ну. Есть. Мы выбрались. Твою же мать. Застрял в текстурах. Наверху было минус 37. А когда спустились, стало получше. Ну, минус 37 это, конечно, жестко, жестко. Но наш персонаж не так быстро замерзает, как, к примеру, в других играх, к которых мы привыкли. Тот же самый Long Dark. Так, при минус 37 ваш персонаж моментально практически замерзнет. Здесь же у нас есть еще... Ага, смотрите-ка. Переменилась. Пока показывает ноль. Но началась такая пурга, через которую херовенько все видно. Так, я вижу теперь какой-то забор. И только не говорите, что это край карты так обозначен, пожалуйста. Это было бы совсем банально. Новое событие. Церковь повреждена крыша. Непогода повредила крышу церкви. Топливо расходуется быстрее. А температура внутри падает. Найдите материалы для починки, чтобы Мэгги могла залатать крышу. Окей. Это хорошо. Так, погодите. Нас с вами не пускает забор к той точке, на которую я уже наметился. Придется пока что спускаться вниз. Что, неужели по всему периметру будет этот дебильный забор? Бэйн, силы на низком уровне. Да ладно. Нихера себе. А че, старичок, тебе херово-то? Вроде живешь себе там, спишь почаще. Мы тебе поставили этот характер сонливый. Кристофер, силы на низком уровне. 25. А в чем фишка-то? Как это произошло? Мы открыли новую локацию. И, конечно, перед тем, как сгонять обратно и залатать крышу, естественно, мы должны тут все собрать. Потому что, что же мы просто так порожняком. Твою ж мать. Ты посмотри, что это такое? Человек? А что в человеке? Орехи. Или это семена были? Семена. Ёжики. Попить. Давайте бутылку возьмем. Бутылку возьмем. Все. Надо было поскорее, да, ребятушки? Потому что вы помните, что там у нас совсем все туго. Колбаса. Ёпты, сколько еды. Ладно, давайте наберем провианта. С провиантом, кстати, у нас еще проблем пока что не было. И не было выбора этого, ребятки, замечу. Не было выбора, как тяжело нам будет играть. Забыл, господи, какое слово. Выброс ложности. Во. Господи. Так, что у нас здесь? Стаканчики? Не, погоди. Стаканчик нам точно не нужен. Давай досвидули. Так, здесь еще. О, баблет. Но я сомневаюсь, что доллары нам с вами понадобятся. Здесь валюта в семечках. Это что такое? Испорченная еда. Да, ну нет, это точно не по мою, не наша практика. Мы испорченной едой не питаемся. Ну так, замок примерз, и нам надо всякую херню найти, чтобы откачать. Вот так, бумага нам не нужна. Газеты и прочее, судя по всему, тоже нет. Замок замерз. Замок замерз. Здесь, ребята, все позамерзло к чертовой бабушке. И что, это все? Это все, что мы сможем здесь надыбать? У бабы тоже ничего особо не было. Ладно, давайте тогда, я не знаю, еды наберем, что ли, да? Что мы, поражняком же не пойдем обратно? Придем, а люди скажут, что ты принес нам на сегодня покушать? Да, это, ребятушки, было прямо-таки дом с провиантом. Итак, это была заправка, как мы теперь видим, да, показывает нам на карте, что это была заправочка. И теперь мы с вами со спокойной душой можем возвращаться к нашим ребятам, которые там мерзнут. Мерзнут теперь, бедолаги. Надо им как-то помочь заделать. Мы, кстати, дощечек и инструментов набрали немалое количество, поэтому я думаю, что с этим проблем не будет. Главное нарезать задачу нашей подруги, чтобы она смогла таки все, все крыши залатать. И я как понял, эта ситуация была рандомная, то есть не погода повлияла на крышу, а то есть как-то, наверное, все-таки, мне все-таки кажется, что это больше рандом. Бонус счастья, Мэгги удерживает боевой дух выше 25 в течение длительного времени. И нам полтинчик дали на уровне. Если я не ошибаюсь, на прошлом уровне нам сократили время выживания до 2 часов. На 2 часа, то есть, как мне кажется, это, ну, не так уж и много. Вроде бы. Так, давайте, раз уж мы совсем рядышком проходим, давайте все-таки заглянем, что же это за хрень тут такая светится. О-о-о, что это такое у нас? Погоди-ка, погоди-ка, пещера. Просто в этой пещере, вполне возможно, мы с вами сможем обнаружить кости, которые так нужны нам для выполнения задания у нашего торговца. И я бы, честно говоря, хотел, хотел бы это дело сделать. Давайте-ка мы сейчас немножко наши лутятские разберем. Так, давай-ка это съешь. Это тоже съешь. Далее, что у нас? Тихо, кофе не надо. Давайте, это что у нас? Синюшка. Выпивай. Далее, что у нас тут? Блин, синьки больше нету, да, ребят? Выпить. Быть может, что-то еще съесть. Можно вот мишку давайте съедим. Ом-ном-ном. Отлично, отлично. Смотрите-ка, наш персонаж. Доволен, доволен. Что это такое? Что это за херня? Кукурузный сироп. Его можно съесть, но я бы не хотел. Сомневаюсь, что это будет вкусно. Так, ладно. Итак, нам надо найти кости, ребятушки. Так, бонус счастья. Мотор. Камера-мотор. Но утащить мы его вряд ли сможем, да, своими силами. Ну или, по крайней мере, он нам сейчас с вами не так нужен. Так, урна и бутылка с водой. Все это у нас там есть еще с водой. Пока что у нас проблем, ребятушки, нет. Заяц как бы сидит и ничего не хочет делать. Не убежать? Не это. Слушайте, а как это произошло? Вы... Японома! Е... Е... Тиже позади. Я хочу это забрать. Блин, слушай. Боевой лук. Ружье. Патрон для винтовки. Блин, мы должны... Мы должны будем вернуться сюда, ребятушки. Это просто клондайк. Что это такое? Уголь. Я уверен, что уголь... Так. Уголь очень хорошо будет топить наш дом, ребятушки. И это обязательно надо забрать. Давайте мы хотя бы патронов заберем. Патроны нам нужны. Отлично. Ружье пока не могем, но возьмем его позже. Придем сюда с пустым рюкзачком, да? И заберем, собственно, это дело. Так. Пассатижи. Свеча. Я вот не помню, чтобы у нас были пассатижи. Молоток, отвертка была. Это точно. Блейн, силы на низком уровне 25. Держись, Блейн. Блейн, как тебя там? Что? Металлолом. У нас, к сожалению, нет места для металлолома. Сорян. Но это не так нам нужно. Нам надо какой-то материал. Скорее всего, это доски и всякая херня. Инструменты. Инструменты есть. Так, это взорвать надо будет, да? С4. Где бы ее надыбать? Наверное, можно будет... Офигеть, здесь даже есть... Ох, человек. Человек. Что это такое? Отмычка. Слышь, это я должен забрать. Это я должен забрать. Так, что будет, если я это съем? Давай вот это съешь. Отмычку заберешь. Отлично. Помните, у нас было полно мест, где нам нужна была отмычка, но ее не было. И мы не могли открыть некоторые интересные места. Теперь такого не будет. Японский бог. Пивасик. Винишко. Хлеба и винишко. Пивасик тоже сверху. Надеюсь, голова болеть не будет, зато теперь тепло. Давайте заливаем его, короче, по полной. Зато отогрелись, ребят. И лут не пропадет даром. У меня жаба душит, когда лут пропадает даром. Слушайте, ребят, это все, конечно, круто, но нам по-хорошему надо бы вернуться домой. И у нас инвентарь полный. И смысла сейчас здесь все лутать, только свою душу прапорщика тревожить. Куча лута, которую я не могу подобрать. Поэтому давайте мы вернемся в церковь. Посмотрим, как там дела. Быть может, заделаем крышу, накормим, напоим наших персонажей. И уже со спокойной душой сюда с пустым рюкзаком вернемся. Заберем ружье, лук и прочее добро. Потому что это неинтересно. Это потребуется только мне? Или же все-таки наши персонажи будут это также использовать в плане обороны? Вдруг на нас кто-то будет нападать? Я не знаю, быть может здесь как The War of Mine. Ну, то есть будут налеты и прочее. Это было бы очень интересно. Единственное, что меня немного напрягает, что ваши персонажи не пользуются сами, так скажем, лутом. То есть, если вы им еды не положите в рюкзак, то они будут голодать. Все-таки как-то это странно. Если есть, типа, на складе, пойди забери. Но, с другой стороны, это тоже правильно. Типа то, что, допустим, на меня возложили ответственность по, так скажем, распределению ресурсов. И мы, естественно, распределяем. И без нашего ведома никто ничего не берет. Это, честно сказать, как раз-таки хорошо. Ну, что там за грузонно? Давай, очухайся, пожалуйста. Мне интересно, что же так нашим товарищам херово стало, что у них там состояние до 25 упало, и нам с вами уже неоднократно приходило сообщение о том, что нашим парнягам совсем туго. Надо бы скорее вернуться, как бы не отъехали наши ребята. Интересно мне вот еще что. Если наши персонажи отъедут, один из наших товарищей, будет ли на этом игра завершена? Быть может, получится так, что... Что там? Быть может, получится так, что единственные выжившие будем мы. Единственными выжившими. И, типа, не важно, кто там умрет, кто нет. Нам еще немножко до следующего уровня осталось, кстати говоря. Между прочим. Так, ну что, где там церквушка? Я все бегу-бегу и никак не добегу. Но она прямо по курсу, поэтому я думаю, что совсем скоро мы с вами ее обнаружим. И помните, батарея от радио нам сказали. Мы находили какие-то батареи, и надо бы с собой таскать эту батарею, потому что вполне возможно в дальнейшем мы можем найти вышку, собачить туда эту батарею, и не знаю, как это нам может помочь. Быть может, я хрену знаю, как это может помочь. Ну, в общем, неспроста же это дело есть. Поэтому надеюсь, что какой-нибудь плюха или бонус нам с вами с этого упадет. Ну что, церквуха, привет. Давайте посмотрим, что можно сделать. Сначала закидаем весь лут. Я думаю, знаете, весь провиант, который есть, распределить, раскидать им по боксам, да? Они же не сожрут это сразу, правильно? О, нам новый уровень дали, господа хорошие. Поздравляем, обнаружил сигнал 2, соединение сервера обновляется, выстанно так. Время до спасения уменьшилось. Кайфец, минус 4 часа. Отлично. У нас появились, выберите роль. Я как понял, мы можем выбрать только одну роль, что ли? Торопыга. Работает быстро. Выше шанс получить травму. Скорость выполнения работы падает. Голод и обоизвоживание наступает медленнее. Вот это, кстати, интересно. У меня огня менее 50. Давайте вот эту штуку. Да? Все, выбрали. Окей. Итак, заметьте, знаете что, ребятушки? Что уголь, как ни странно, добавляет всего 10 единиц. И честно сказать, мне казалось, что уголь будет куда лучше. Даже джинсы добавляют намного больше. Ну, не намного, а все-таки больше, да? Но это на самом деле как-то странно, согласитесь? Так, толстовка на молнии охренеть. Так, ладно. Давайте мы сначала скинем весь лут, который у нас есть. Давай-давай-давай-давай-давай. Отмычку, твою мать, нет. Отмычку надо бы забрать. Ингредиенты, оружие, патрон для винтовки, дерево, материалы, металл, отвертка, электроника, лампочка, бла-бла-бла, здоровье, разная, изолента, инструменты. Вот, отмычка. Переместить. Не знаю, для чего палатка нужна, но пока что она нам с вами еще ни разу не пригодилась. Итак, смотрите, наш персонаж. Что-то совсем не это. Не знаю, давайте мы им накидаем вот так, что ли. Что-то он грустный какой-то, я не понимаю почему. Что тебе нужно, подруга? Дедуля, ты давай тоже не грусти, на, похрусти. Консервов накидаем ему сейчас, да? Вот, и немножко водички, конечно же. Далее, бабуля, тоже все грустные, твою мать. Не грустите, задолбали вы, кушайте вот на здоровье. Не знаю, как быть может, я что-то делаю неверно, но... Водочки. О, о, водочки для легкой походочки. Тебе вот. Так, а водочка на настроение никак не влияет, да? Нет, а настроение, она, кстати говоря, влияет. Давайте мы, короче, накидаем про запас, так скажем, да? Чтобы они не ныли и нам мозги не парили. Вот тебе вискаря, дедулек. Так, у тебя есть, да? У тебя есть. О, тебе, вот тебе вискаря еще. Все. Я надеюсь, что они в дальнейшем не будут нас мучить своими расспросами. Дай поесть, я грущу. Мне нужно что-то тепленькое. Так, создание. Деревянный дрейф, сейв, бла-бла. Почини крышу. Одеяло, хлопковая простыня и проволочная сетка. Ну ты, подруга, даешь. Где мне все это достать? Ты охренела, что ли? Женщина. Так, ну что, аккуратно и никогда не получает травм за работой. Сачок. Голод и обезвоженность вступает медленнее. Скорость выполняемой работы падает. Ладно, пускай будешь сачком. Эй, сачок. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...